всем привет друзья сегодня у нас с вами на обзоре новинка от компании лиф этом бокс мод пика долл на два аккумулятора ну как видим по высоте он остался примерно таким же как и обычная stick пика на один аккумулятор а вот по ширине и вот так неплохо расплющил примерно в два раза понятное дело два аккумулятора ну и больше он стал такой вот как видим треугольник формы также обновилась электроника новая плата балансир заряда увеличен ток заряда так называемый booster до 9 вольт ну и много всего прочего и давайте начнем по традиции с коробки приходит данный мод в такой вот стандартной плотной картонной коробки спереди изображение мода то что его можно будет перепрошить название моды и также различные нововведения тока отдача платы 50 ампер мощность увеличилась до 200 ватт быстрая зарядка балансир заряда также добавлен режим powerbank компании лиф официальный сайт производителя 5 и лиф и 6 вариантов расцветок у меня серый давайте я все вот эти варианты которые представлены я выведу на экран всего шесть вариантов и здесь у нас перечень всего того что находится внутри скрэш-код для проверки на подлинность и также штрих-код в общем вот такая вот коробочка далее давайте рассмотрим комплектацию так как у меня только сам бокс мод без бака без склерамайзера в комплекте комплектация получается более простая это вот такой переходничок для режима powerbank с микро с обычным точнее usb разъемом вот такой вот кабель usb на микро usb и также есть здесь вот такая вот бирка 5 вольт 2 ампера и также вот такая вот довольно плотная инструкция здесь в самом конце есть на русском языке сейчас я вам это продемонстрирую вот у нас русский язык единственный такой косячок здесь вот например буквы за я не заметил то есть но не совсем прямо такая качественная кое-где могут быть небольшие ошибки двумя элементами питания 18 650 весят все это делаем 238 грамм убираем два аккумулятора где составляет ровно 150 грамм вот эта высота 67 с половиной миллиметров полностью с вот этим выступом 75 миллиметров также по ширине 44 с половиной миллиметра вот в этом месте получается и по толщине 46 миллиметров здесь у нас обновленная плата с увеличенным током заряда и со всеми многими плюшками которых я сейчас буду рассказывать минимальное сопротивление в режиме ври вата 0,1 ом и минимальное сопротивление в режиме температурного контроля 0,05 ом и стальной лифовский коннектор с подпружиненным латунным пином довольно легко подпружинивается так возьмем вот такую дрипку гир диаметром 22 миллиметра как видим плюсовой пину не очень неплохо выпирает не знаю получится это на камеру показать как видим накрутилась с небольшим зазором далее возьмем дрипку ваш плюс диаметром 24 миллиметра ну как видим появляется небольшой бортик борты вообще здесь встречаются на диаметре 24 миллиметра и на диаметре 25 миллиметров на этот раз накрутила все ровно то есть никаких зазоров я не вижу здесь мы видим название мода пикадол здесь название производителя компании лиф кнопка fire пластиковая имеет небольшой люфт немножко так двигается но в целом довольно неплохое такое приятное нажатие дальше у нас идет экран который защищен такой пластиковой вставкой в пика жаловались на то что он продавливается здесь такого момента я не заметил также разъем micro usb для подзарядки и перепрошивки снизу пластиковые кнопки плюс-минус опять же небольшой люфт присутствует вот если кнопку fire удержим тоже слышны звуки кнопки пластиковые нажимается довольно удобно не утоплены они не утоплены так сильно как это было в некоторых модах которые я встречал с таким же расположением кнопок но слегка утоплены не нажимается ну и в принципе тоже наверное будет одна из придирок но в целом как-то тянуться как-то целиться не нужно нажимается весьма удобно также здесь у нас сертификаты газоотводные отверстия еще несколько винтиков удерживающие нижнюю часть и вот такая вот крышка такой ползунок то есть оттягиваем сторону вот так оттянули и подняли затем опять же нажали и затянули обратно имеется небольшой люфт когда не стоит аккумуляторы но затем люфт уходит как мы поставим сюда два аккумулятора также здесь мы видим контакты минусовой плюсовой и так называемый балансир заряда ну и также внутри у нас там разметка плюс минус и контакты вся контактная группа нас латуна и нижние вот эти контакты они подпружинены как видим подпружинены далее нужно будет приложить небольшие усилия так как аккумулятор стоят уже крышка закрывается немножко более плотно есть небольшой зазор как видим вот но целом крышка не беспокоит давайте проверим режим powerbank а для этого у нас комплект идет вот такой адаптер сама такой резинкой usb вход и вот такая вот надпись аватар здесь имеется пленка его такой вот 510 коннектор накручиваем это дело на сам мод и как видим заряд у нас начался также мы видим с вами ток заряда это практически 2 ампера вообще что удобно можно на экране отслеживать ток заряда в моде показан ток заряда показан заряд двух аккумуляторов само моде показано напряжение 5 вольт показано время заряда с помощью вот такого устройства под названием usb доктор давайте проверим насколько все это правдиво можете сравнить ну небольшой небольшой разброс есть то есть здесь 165 здесь 157 и как видим пошел заряд аккумуляторов режим пастру поддерживается ток заряда составляет полтора ампера но для сравнения я скажу так то что бокс мод с мукалин можно например по usb зарядить током 1 ампер и сегелеев учат 213 можно зарядить током 2 с половиной ампера задержки во время нажатия на кнопку fire я здесь не заметил давайте поднесу к микрофону вот я сейчас нажму кнопку ну разогрев у него моментальный единственное когда мод не активен то есть выключен экран при первом нажатии будет небольшая буквально там четверть секунды такая вот маленькая задержка вот она так если из раза в раз я нажимаю задержки совершенно я не слышу вот он сравнение например со смокалином как видим совершенно разные форм-факторы ну и так же давайте сегелеев учат 213 плюс включается выключается мод пятикратным нажатием на кнопку fire также зажимаем одновременно плюс и минус когда мод выключен именно когда выключен мы можем переворачивать наш экран нажимаем одновременно fire и плюс здесь у нас тесер м1 м2 м3 также настройки преднагрева то есть какая мощность преднагрев не очень удобен тем что настраивается именно из этого меню допустим выбрали нужную на мощность и далее выбираем время то есть если в таком положении при нагреве будет выключен но можем выставить например вот одну секунду дальше у нас идет функция usb это та самая зарядка через вот этот переходник который накручивается на 510 коннектор далее одновременно нажимаем плюс и минус когда бокс мод включен и получаем вот такую блокировку или разблокировку при этом блокируется только вот эти две кнопки кнопка fire остается активной вот это честно не совсем понятно я бы хотел одновременно блокировку всех кнопок далее одновременно нажимаем fire и минус и у нас включится режим стелс для экономии заряда то есть по нажатию на эту кнопку экран будет выключен одновременное нажатие fire и плюс и мы можем поменять здесь вот одно из значений например заряд аккумулятора количество затяжек или время парения то есть в секундах ну или секундах время парения но и также напряжение пускай останется напряжение в режиме variwatt мы можем регулировать нашу мощность от 1 ватта до 200 с шагом 0,1 ватт далее нажимаем тройным нажатием на кнопку fire и выбираем между нашими режимами режиме usb заряда температурный контроль на никеле на титане на неживейке прессе tm1 m2 m3 которые я уже показывал каким образом настраиваются давайте выйдем в режим температурного контроля на неживейке здесь по кругу меняется температура в цельсиях или фаренгейтах нажимаем fire и плюс одновременно в режиме температурного контроля можем заблокировать или разблокировать наше сопротивление на официальном сайте компании лиф возможной перепрошивки сам процесс остался прежним подключаем кабель скачиваем программу прошивку заливаем ее буквально там две-три секунды и прошивка будет обновлена у меня стоит самая последняя версия 104 но мне мод приехал уже в таком состоянии с а вот этой более новой прошивкой давайте начнем с плюсов первый плюс я ему хотел бы поставить за стоимость ссылка будет в описании в магазине гербез на данный момент данный бокс мод стоит всего лишь 28 долларов второй плюс я бы хотел поставить за нормальный 510 коннектор и за нормальную крышку третий плюс за неплохое качество сборки плюс за то что он довольно маленький в плане высоты это реально такой вот стелс который полностью скрывается в вашей руке при этом здесь два аккумулятора также плюс за быструю зарядку полтора ампера ну и также за режим powerbank а следующий плюс за современный функционал очень качественно очень неплохую плату переходим к неприятным моментом этом будут и минусы и просто неприятности ну я их смешаю так скажем единое целое первый момент это небольшой люфт на кнопки fire и на кнопках плюс и минус второй момент это расположение вот этих кнопок снизу но не хотя бы не так сильно утоплены это свисающие атомайзеры небольшие бортики на двадцать четвертом или на двадцать пятом диаметре также мне не совсем понравился дизайн данного букс-мода и последний минус за не совсем адекватный балансир заряда сначала мод заряжается током полтора ампера здесь такая вот анимация затем когда анимация прекращается то есть аккумуляторы якобы заряжены далее ток заряда падает до 0 3 ампера получается так то что там выравнивается два аккумулятора по напряжению выравниваться не слишком долго подводя итоги сегодняшнего видео за такую стоимость ссылка будет в описании 28 долларов в магазине гербест очень классный бокс мод до дизайна любителя внешний вид тоже на любителя но мне прежде всего здесь больше всего понравилось именно электроника очень хорошая плата адекватно работают все режимы куча различных настроек функциональная плата режим power панка быстрая зарядка в общем очень-очень годный модик за такие деньги на этом друзья у меня на сегодня все всем большое спасибо за внимание если есть вопросы относительно этого мода пишите в комментариях всем пока пока